Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопросы на тему богослужения. 486. «Если причастие делай верных, то выходит, что книгу Гоголя «Размышления о божественной литургии» нельзя всем читать, потому что там подробно говорится обо всем таинстве и на литургии», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Апостол Павел в одной своей фразе дает намек, что этого делать нельзя было Гоголю. 1 Тимофея 3.9. Хранящие таинство веры в чистой совести. Святой Иоанн Златоуст многократно в проповедях касается темы причащения и в заувалированной форме добавляет «Верные знают, о чем я говорю». Хотя к этому времени более 300 лет язычники высмеивали на сценах своих театров это таинство. Так какой же тут был секрет, если все равно уже все знают? Очевидно, святые отцы рассуждали так. Кто это делает, тот и ответит за себя, а я поступаю по слову Господню. Лично я, проводя занятия более 12 лет в университетах, касаюсь разных тем при прохождении противосектантских уроков, так как аудитория там весьма разнообразная и есть не христиане. Тему о причастии мы проходим в церкви в трапезной. Я не могу сказать, предназначалась ли первоначальная книга Гоголь для свободной продажи, но только все богохульники и христопродавцы, комиссары дьявола, как Емельян Ярославский, Губельман, Марк Твен, Лео Кассиль, издеваются, кончувствуют над этим таинством. Худо то, что Николай Васильевич, видя нарушения в храме, при богослужении, все это оправдывает, используя талант сказочника-писателя. Поэтому, по общему содержанию и ради его измышлений, книгу эту стоит запретить.